Распознание твоей истинной природы может произойти в мгновение, но чтобы утвердиться в этом, может потребоваться время. Ты понимаешь? Да. Это важно. Распознание, о котором я говорю, — это не интеллектуальное понимание или убежденность, но то, что вы получаете на собственном опыте, может произойти в мгновение. И очень вероятно, что если и когда это произойдет, вы начнете испытывать наибольшее сопротивление от ума. То есть, конечно, многие люди, они начинают делать шаг назад, потому что атака ума, удар от ума очень сильный, но есть люди, которые продолжают настаивать. Мне бы хотелось пробудиться от этой игры, личности этой. Я бы хотелось бы спрятаться от этого играя человека. Да, это уже преимущество. Вы, по крайней мере, понимаете обманчивость личности. Твоё путешествие уже началось. Твоё путешествие уже началось. Твоё путешествие уже началось. И большинство людей в этом мире не осознают, что их личность — это самая большая проблема. А ты говоришь, что я хочу быть свободна от моего отождествления с личностью, и это уже проявление милости в тебе. Очень хорошо. И я хочу это сделать быстро. Мило, напрямую. Прямо сейчас. Сvero,ận Armando. Мило. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Ну,моatamente. Мне это нравится. Если ты желаешь быть свободным прямо сейчас, ты должен следовать всему, что я сейчас скажу. Давайте посмотрим, могу ли я действительно тебе доверять. Если ты желаешь быть свободным от всего этого, то, что любое, и кто-то, конечно, я не говорю к человеку, я говорю к сознанию. Потому что мы все сознания, вы можете следовать в таком случае. Если ты скажешь, что желаешь быть очевидным, желаешь увидеть себя прямо сейчас, тогда все идеи о прошлом, и о память о прошлом, сейчас я хочу спросить, не говори о этом, это уже закончено, оставь это на стороне, оставь это на стороне. Это хорошо? Хорошо. 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 И вообще это просто, это бесплатная поездочка, работает для всех. Хорошо. Хорошо. А также идеи по поводу будущего. О том, что я бы хотела сделать в будущем, я бы хотела стать монцем, я бы хотела... Никаких этих вещей о будущем. Даже если я хочу быть встанным в будущем. Нет, не держите никакой идеи, никакой желания, прямо сейчас. Не делайте все. В будущем, в будущем, не трогайте ни о чем. Например, я бы хотела стать монахиней, или я бы хотела пробудиться. Не прикасайся к ним. Сделай это прямо сейчас. Прошлое и будущее, не трогай их. Делай это сейчас. It's possible? No, no, no. I mean, it's possible? It's possible? Okay. Well, let's look. So, any idea you have that is past, which is most ideas, actually. Don't engage with it. I don't need to know anything about your past. I don't need to know anything about your past, or anything about your intended future, to guide you to the freedom you say you want. So, be empty of them. And be aware of where you are now. your past free, and your future free. Just like that now. Okay? And even this present moment, even this present moment, about, oh, many people in the room, I don't know if I can do this with so many people looking. Now, also that is also thought, don't engage even with that thought. How many people are following this? Okay. Good. So, about thoughts, about past, don't engage with them. Later, later, when I'm finished talking, you can go back to the thoughts. But right now, you have to be empty of past, no past. And future, projections, don't engage with anything. So, already there must be some silence in you, some space, more space is felt. Seems like. Seems like. Seems like. Okay. Seems is okay. Now, I say, even the present moment, how you're feeling right now, and what it's like, and this also, you don't think about it. It's possible. Okay. So, in you, there are no thoughts about past, or future, or even present moment. Nothing. And also, you're not waiting for anything. Don't wait for something. Don't wait for something. Don't expect anything. Because that's also mind activity. Let's see if it's possible. Let's see if it's possible. Today, first satsang. We're still in the first hour. Let's see if it's possible. You're at the feet of Arunachala also. Big blessing also. Now forget it also. Okay. Be aware. Just be aware of the space that is here that is not preoccupied or occupied with thoughts about past, or future, or present, or even self. Say to her. What I'm speaking should not be more strong for her than any of you who say, I am on board for this. Be aware of just being aware, without waiting, without the concept of next. Neither doing nor non-doing. Now mind often wants to come to suggest something. Like, you know, you cannot stay like this, come on, you know, we need things to do, and whatever. So don't engage mind at all for a moment. Empty, 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 empty. Empty of also identity also. Is it difficult? No, it's not difficult, but it seems like the person is still here. Don't worry about the person here. The mind is using the body to say, the person is still here. The person is only idea also. You know, it doesn't exist. It doesn't exist. I'm going to prove it to you in a moment if you keep staying with me. Because something else wants your attention right now. Stay empty. Stay empty. Stay empty. Stay empty. You need to be empty because I need to ask you a few questions. But only to the one who is listening and who is very present with my questions. You can answer my questions. I'm going to ask you now. If you have truly let go of past and future and even present moment, if you are really empty of this, and you are not a container for new ideas, you are just a sense of awareness spaces here. Right. So, just like this, I will ask you a few questions. Just yes, no. And please respond. If you have listened to what I speak just now, what is it that's really here? No past, no future, no present also. No identity. Leave that alone. You see, if I say to you, leave even the idea of yourself alone. Now you can experience. Is there fear? No. You are here. If everything can be taken out, everything you can think, remember, it can be taken out. Take, take, take. There remains something that cannot be taken out. You are aware or not? Yes. Then I want to ask you about this. Just a few questions. Whatever it is that remains, is it an object? Please. Is it personal what is here? No. You are aware. Yes. No. How expansive is this? Is there some boundary beyond which it does not exist anymore? как далеко оно распространилось есть ли какие-то границы за пределами которых это не существует нет 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 вы создали это нет я со всеми теперь разговариваю что здесь есть вы создали это или вы представили это нет нет это настроение или это это не настроение это какие-то философия это философия это философия это религиозное что-то Может ли оно померкнуть так, чтобы оно исчезло через пару часов? Может ли оно померкнуть так, чтобы оно исчезло через пару часов? Это не может быть ни в депрессии, ни в чем. Хорошо. Было ли это создано? Нет. Было ли это рождено? Нет. Нет. Может ли это умереть? Нет. Может ли это вырасти? Нет. Нет. Может ли это быть под влиянием какой-то силы, одержима? Нет, это не может быть под влиянием. О, это не может быть под влиянием. One last question. How far, how far away is it from you? Как далеко это от тебя? Как много шагов, чтобы достичь этого? Это должно быть здесь. Это вопрос или утверждение? Это утверждение, но больше интеллектуальное. Это более как интеллектуальное утверждение. Какая? Интеллектуальное утверждение, это должно быть здесь. Это должно быть здесь. Почему интеллектуальное? А ваши другие утверждения интеллектуальны? Почему интеллектуальное? Другие твои утверждения, они тоже интеллектуальные? Это на расстоянии полуметра или нескольких сантиметров в стороне? Нужно ли тебе дотянуться, чтобы достичь этого? Нет, это здесь. Нет, это здесь. Это здесь. А с какого момента оно здесь? Всегда было. Всегда было. Всегда было. Итак. Это не объект. Это не личностное. У этого нет границ, за пределами которых оно не существует. Оно не может быть в депрессии. Оно не может быть в депрессии. Оно не может померкнуть. Оно не было рождено или создано. Вы это вообразили? Нет. Оно не было рождено и не может умереть. Ты можешь передумать, если хочешь. Нет. И, в конце концов, оно не находится ни на каком расстоянии от вас. Итак, что же это может быть? Если я принимаю ваши ответы, то я должен признать, и вы должны признать, что то, о чем вы говорите, это ваше собственное Я. Это абстракция? Это какая-то игра фантазии? Нет. Вы не осознаете, что вы сейчас видите? Это это ситуация. Это единственная вещь в вас, которая не меняется. Это единственная вещь, которая не меняется. Это единственная вещь, которую можно назвать бездременной или вечной. Потому что ты говоришь, я хочу это прямо сейчас, я не хочу ждать. Можешь ли это принять? Ты это приняла? Приняла. Я приняла. Я думаю, что мне придется принять, что ты так сказала. А можешь ли ты это даже получить, принять? Ты можешь лишь распознать это. Этому не нужна твоя помощь. И кто ты, в конце концов? Ты это или тот, кто принимает это? Кто ты? Я это. Ты это. Только сейчас ты это? Всегда. Могу ли я это забрать у тебя? Нет. Нет. А как насчет завтра? Тоже нет. Также нет. Ответил ли я на твой вопрос? Во-первых, это, что я делаю с вами, это реализация себя. То, чем я с вами сейчас делюсь, такая реализация истинного Я, называется ниргун-брамма. Оно без атрибута, без качеств. И почему я буду тебя к этому направлять? Потому что, когда это познано напрямую, это автоматически благословит каждое проявление твое, которое мы можем называть Сагун-брамма. Это значит, что оно благословит каждый аспект проявления в твоей динамической жизни. И вот в этом понимании ты должна стабилизироваться, утвердиться. Это состояние, которого святые достигли. А вот теперь я делюсь с тобой, и вот ответ такой. Потому что, как мы держимся за личностное отождествление, твоя личная существительность будет выглядеть более фактной, чем в действующем. Это действующем. Потому что, пока мы держимся за личностное отождествление, твое личностное проявление будет казаться более реальным, более как факт. Как факт.